Конкурс 10 человек на место и впечатляющие перспективы развития и карьерного роста. Шесть представителей Самарской области вышли в финал престижного конкурса управленцев лидера России. В эти выходные в двух городах столицы 63 региона и Нижнем Новгороде состоялись полуфинальные испытания. В Самаре привестное слово полномочного представителя президента ПФО Игоря Комарова передал его заместитель Олег Машковцев. С участниками и наставниками лидеров пообщалась Анна Ивахина. Эти люди увидели друг друга впервые, но вместе им предстояло решить сложнейшие задания. Очный полуфинал конкурса управленцев лидеры России – это кейсы по бизнес-управлению, социальной сфере и государственному сектору. На этом этапе честь региона отстаивал 51 представитель Самарской области. Коэффициент конкуренции высок невероятно. Порядка 10 человек на место, а побороться действительно есть за что. Это и грант в 1 миллион рублей, который можно потратить на образование, и реальная возможность попасть в программу подготовки управленческого кадрового резерва страны. А еще возможность войти в число 100 лучших и получить год личных карьерных консультаций от наставника. В их числе самые успешные управленцы России. В этом году предложение стать наставником принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он внимательно следил за судьбой конкурса в прошлом сезоне, приезжал на финал, сотрудничает с участниками лидеров России. И в этот раз также провел встречу с полуфиналистами. Один из вопросов из зала. Главу региона попросили рассказать о секрете своего успеха. В каком бы месте ты ни работал, чем бы ты ни занимался, ты должен делать это дело хорошо. Видит это кто-то или не видит, замечает или не замечает, потому что строже, чем вы сами, с вас же никто не спросит. Ну вы-то точно знаете, что удалось, а что нет. Где схалявил, а где сделал, действительно классно. Конечно, это, хочу вам сказать, ответственность. Эту ответственность я чувствовал всегда. Как и в прошлом году, в финал прошли шесть самарцев, но внутри областная география на этот раз шире. Двое из столицы региона, два тольяттинца, один представитель отрадного, один новокуйбышевска. В обычной жизни мы так сильно не загружаем свой мозг, свой организм. Два дня вот этого постоянного марафона привели к тому, что после оглашения результатов я сегодня всю ночь так и не спал. Поэтому вполне предполагаю, что после этого конкурса я просто захочу выспаться. Насколько я помню, в Приворском округе еще много представителей из тех, кто вышел. Не государственных округов, не госуправления, а науки, образования, бизнеса. И вот это очень важно, это очень интересно. Потому что все-таки лидер России – это конкурс не для чиновников. И действительно, среди самарских финалистов ни одного чиновника. Добыча нефти и газа, железная дорога, продажи, строительство, автомобили, строение. Шесть человек уже получат по одному миллиону рублей в качестве гранта на образование. А еще перспективы попасть в поле зрения крупнейших работодателей. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова